Возвращение в гражданскую эру. Спустя долгое время в главном ковидарии края открыли чистое неврологическое отделение. За полторы недели заполнены все 45 коек. Сейчас здесь преимущественно пожилые. 30 процентов это пациенты с нарушением ритма сердца, фибрилляции, которые не получают неадекватную терапию на амбулаторном терапии, либо самостоятельно отменяют препараты. Пациенты, которые с наличием тромбов, ну это около, таких пациентов немного, но около 2, может быть, процентов. Оба осложнения в перспективе ишемический инсульт. Так что УЗИ проходят все. Здесь, подчеркивают медики, все необходимое для диагностики, лечения, реабилитации. Долгие месяцы неврология располагалась в 11-й горбольнице, но именно в родных стенах врачи могут работать на полную мощность. За руки меня сильно сплотите, сильно-сильно сжимаете. Сопротивляемся. Молодец. Получше стало инсульт, сказали. Головные боли сильные. Вся левая сторона, а не левая. Повезло просто мне, что мало задело. Отделение оказывает помощь в ранний период инсульта. И сюда круглосуточно скоро везет больных с нашего прикрепленного участка, тем, которым нужна действительно помощь в острый период, которым, возможно, понадобится тромболизис, и мы его здесь проведем. А уже в поздние сроки они идут в другие отделения, надо лечиваться, если они требуют стационарной помощи, либо домой. Руководитель больницы рада возобновлению чистой неврологической помощи. Говорит, все убедились, пандемия вещь непростая, и тяжелых пациентов стало больше. Неврологи оказались снова нужны здесь, в главном ковидном госпитале края. Правда, два врача отделения ушли в красную зону, и сюда они, конечно, не проходят. Чистоту крыла обеспечивают и при приеме пациентов. Мы их тестируем в приемном покое, экспресс-диагностика проходится. Больные с температурой, они сразу направляются в ковидную часть госпиталя с подозрением на инфекцию, где проходит дальнейшее лечение, где также есть невролог и условия для лечения таких больных. По заверению руководителя больницы, неврологию вряд ли вновь отдадут под ковид. Уж слишком много пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, которым тоже требуется стационарное лечение. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком.